здравствуйте друзья из кремниевой долины с вами рихаил портнов и сегодня у нас 3 января 2019 года и день этот интересен тем что собирается конгресс после каникул и конгресс это уже в новом составе вот те выборы которые были в ноябре пришли мы сегодня к тому что приводится к присяге в этот день приводится к присяге новые члены палаты представителей и сенаторы тоже вот они там определяются выбирают кто будет лидером партии соответственно руководителем нижней палаты у демократов поскольку они теперь в большинстве палате представителей и вот такая вот значит картинка вроде все как обычно но на самом деле мы сегодняшнего дня живем в другой немножко стране причем может быть даже более существенный существенно другой чем может показаться вот это уже не совсем та же самая страна значит что произошло дело в том что система так устроена что каждая из палат конгресса то есть палаты представителей и сенат во первых они вместе как бы могут много чего сделать нежели например по отдельности если они разошлись то практически ни один закон принять нельзя то есть принять можно тогда когда обе палаты договорились согласовали плюс еще президент подписал ведь как у каждого своя функция но вот например сенат утверждает федеральных судей и членов верховного суда поэтому тот у кого большинство в сенате тот контролирует как бы вот этот процесс а палат представителей тоже много чего может и в частности они могут расследование всякие вести могут затребовать там показания могут документы затребовать и так далее то есть довольно много неприятностей от них может быть но что существенно что без того чтобы палата представителей проголосовала ни один закон не может стать законом соответственно ситуация в которой раньше вот эти два года страна существовала когда есть президент есть большинство в двух палатах в той же партии они как бы все вместе то есть такой пассианс удачный больше его нет я вспоминаю что вот эти два года которые у нас тут республиканцы единолично были в большинстве была популярна такая мулька что почему они вот почему трамп не может ничего сделать ни один закон провести вообще ничего как-то вот так вроде и только на словах а на деле ничего не нагадима мешают вот ему мешают вот с кем эти какие-то там вот эти сторонники трампы а как же вот так и мы мешаем здравоохранение сделать ему мешали иммиграционную реформу провести ему мешали значит все ему мешали ну хорошо ладно это очень смешно на самом деле то что они говорят потому что имея на руках максимум ты не можешь сказать что тебе сильно мешают по даже то что сейчас начнется это будет не то чтобы кто-то специально мешать будет даже если но теперь надо договариваться с теми с кем раньше можно было не договариваться можно было их посылать всех в одно место и сваливать на них там и то и другое сейчас уже сложнее сейчас вот теперь надо договариваться и я вспоминаю знаете вот из прошлого как например мешали вот представьте себе что обама последние годы у него там не только одна палата у него обе палаты были республиканские и он один демократ президент вот например когда оставался год ему там последний и надо было заменить верховного одного из членов верховного суда и его работа не не то что его какая-то демократическая платформа но работа его выдвинуть кандидат он выдвигает кандидат для того чтобы утвердили этого кандидата нужно большинство там в две трети соответственно он выдвигает умеренного такого либерально либерального но очень умеренного человека понимая что ему нужны голоса республиканцы а дальше ему вот эта палата сенат я здесь сенат где большинство республиканцев и и председательствующий и он и ныне председательствующий вот этот вот макконнелл он говорит он знает что если поставить на голосование то кандидатура пройдет то есть он понимает что там будет достаточно много республиканцев которые проголосуют тоже работа президента выдвинуть работа сената голосовать так он что делает он он на голосование не ставит у него есть так и такие полномочия ставить на голосование так он на голосование на обсуждение не ставит он говорит а вот подождем годик глядишь там может быть вот если победите на следующих выборах вот тогда я вот как люди мешают такой пример например или 2013 год мы возвращаемся назад в сенате усилиями республиканцев и демократов вот это вот банда восьми генков эйд значит четыре республиканцы четыре демократа они работают вместе приходит какой-то иммиграционной реформе где решалось сразу много вопросов в том числе и забор этот несчастный которые до сих пор вот они там обсуждают и вот договорились проголосовали дальше идет в палату представителей в палате представителей большинство республиканцев и значит голосов совместных голосов демократов и республиканцев достаточно чтобы закон стал законом соответственно президент подпишет все без вопросов то есть 13 году мы были абсолютно уверен что сейчас будет закон дальше она приходит в палату представитель в палате представителей которые за старшего он говорит у нас такое правило говорит он если партия наша вот которых большинство если нет большинства партийного то мы на голосование не ставим вообще говорит он зная что закон сейчас пройдет если вы поставить но что это значит в конституции такого нет ни в каких правилах этого нет они себе решили вот они И сами себе решили, что если их собственного большинства нет, то то большинство, которое из палати представителей, не имеет значения. Понимаете, страна не имеет значения. Значения имеют вот эти вот, которые там сидят. И представьте себе, там 435 членов в палате представителей. Значит, большинство это будет 218. Вот если есть 218, и от них большинство, что будет большинство от 218? Делим пополам, получаем 109. Вот если есть 110 человек, то поставят на голосование. А если нет 110 человек, то оставшиеся три четверти уже не смогут проголосовать. То есть, я просто рассказываю о том, что такое, когда тебе мешают. И не то, чтобы, допустим, они мешали именно Обаме, потому что и демократы, и республиканцы в Сенате. Вместе голосовали за этот самый закон. То есть, вот, но, ну, безусловно, вот эта вот патологическая ненависть, которая у них была к Обаме, скорее всего, я не знаю, что там еще кроме этого, но, во всяком случае, они при слове Обамы, у них выступает сыпь. На всех местах у них аллергия на это слово, и это до сих пор, значит, но не суть. В итоге у нас нет ни забора, который бы уже стоял давно там, ничего нет, ни иммиграционной реформы нет, так все и висит. Только разговоры о том, что это вопрос, который кто-то должен решить, кроме них. И вот, хотя они не решили, да, правда, в этом тоже у них вроде было два года, могли, ничего не договорились, у них не было ни программы никакой, ничего. И здравоохранение, они Обаму все ругали, рубали, Обама Кер пришли, казалось бы, проголосуй сейчас за что-нибудь, а у них не за что. Вот у них 8 лет они его ругали, и так и не придумали, как все-таки заменить Обама Кер на что-то еще. Так вот мы вот и живем дальше с этим делом. Поэтому, как это, патологическая неспособность к позитивному действию. Потому что сколько ни кричи, что Обама плохой, от этого не появится здравоохранение, иммиграционная реформа там и все такое. Ну, в общем, вы видите, с чем мы имеем дело. Так вот, я что хочу сказать, что вот это вот плохой танцор, которому яйца мешают, ну, в данном случае мы, у нас он не танцор, у нас он боссман, который этими своими трясет, да, разрушая круизный лайнер. Так хорошо трясти умеет. Так вот, представьте себе, что эти два года, эти два года, значит, ему эти два яйца обе палаты, значит, Конгресса придерживали. Они не мешали ему. Так как они хорошо у него там сидели эти два года, эти два яйца, они у него больше так сидеть не будут никогда. Теперь у него уже по-настоящему начнется болтанка. Вот, поэтому, ну, мы, мы чего, мы наблюдаем, мы как бы так со стороны. Я просто смеюсь над теми, кто говорит о том, что ему мешали, потому что это, это как бы расписаться в полной несостоятельности. Не, ну, правда, если ты, допустим, да, ну, ему, что ему действительно мешало? Что ему действительно мешало? Конечно, когда человека избирают на такую должность, многим кажется, особенно нашим соотечественникам, что если ты президент, то ты как бы диктатор. У тебя диктаторские полномочия, если тебе кто-то мешает выполнять эти диктаторские полномочия, то вот тебе и помешали. В данном случае помешала Конституция Соединенных Штатов. Единственное, что помешало нашему Боспану, это Конституция Соединенных Штатов, которая, в общем-то, существенно лимитирует его возможности по сравнению, скажем там, с президентом в какой-нибудь президентской республике. Но, если бы не эта Конституция, он бы никогда и не стал президентом, проиграв 3 миллиона голосов на выборах, на общих выборах. Нет такой страны, вот я даже представить себе не могу, никакую европейскую страну, где можно проиграть 3 миллиона голосов на выборах и еще стать при этом президентом. Поэтому жаловаться на нашу Конституцию, на его месте, это просто, как бы сказать, неприлично, неприлично. Он, правда, утверждает, что это все демократы, как будто бы демократы эту Конституцию неправильную сочинили. В общем, такая жизнь. Друзья, начинается Новый год, давайте я вернусь к светлому образу, это я на себе. Вот, начинается у нас Новый год, вот сегодня собирается Конгресс, сегодня палата представителей, они должны будут проголосовать. Видимо, выберут Нэнси Пелоси, выберут ее, значит, там, председателем. И начнется новая веселая жизнь. Я просто хотел обратить ваше внимание вот на это, на все, потому что в этом есть некий ключ к пониманию того, что будет дальше. Вот, и, ну, поглядим, поглядим, впереди много интересных событий. Счастливо!